Варима, привет! Привет! Вариж, в последний раз снимали, это Шеметка. Очень хорошие там получились куски, но я Юлию... Ну да, это все надо. Мы сделаем большой фильм по поводу этого спектакля. Это правда, то есть существуют вещи, которые знают все про отца. Есть вещи, которые на самом деле составляли ткань его жизни, может быть, в большей степени. Эти страницы мне интересны. И мне, скажем, было 16 лет, когда отец умер, я очень многого не знал. Он пользовался совершенно феноменальными составными рифмами. То есть до известной степени, конечно же, гитара ему помогала... Гитара в общем, она, скорее, помогала ему скрадывать этот невероятный труд, который он затрачивал на лингвистическую сторону своих песен. Он очень комплексовал как поэт, поэтому, когда Бродский его написал великому русскому поэту, он просто меня замучил. Бродский назвал меня великим поэтом. Мишка, смотри, я видел, видел, видел уже, видел, все. Это не важно, что Бродский, важно, что я тебя считаю великим поэтом. И вся Россия... Миша Шемякина, чем другом посчастливилось быть мне. Как зайдешь в бестро-столовку, по пивку ударишь, вспоминай всегда про Вовку, где, мол, друг-товарищ, а в лицо трехслойным матом, может, хоть до драки, про себя же помни, братом Вовчик был Шемяки. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил, «Да не убей, убьешь, везде найдумал, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтоб меньше думал. С меня прицепили». Поэтка еще для него была, конечно, важной на те, что он посетил Голливуд. И он был званым гостем туда. Милош Форум пригласил поэта, артиста русского, который очень знаменит в России. И он там был, один из гостей, когда он попросил спеть там, он говорит, ну чего ты, я буду петь? Он говорит, ну спой, спой. Когда он начал петь, а Наталья Вуд, знаменитая американская актриса, наша пианистка, подстрочно переводили, то через несколько минут была тишина, они не понимали слов. Но только друг друга спрашивали, почему он так кричит? Он же может потерять связки, он голос потеряет, невозможно. Это случилось в Лос-Анджелесе. Мы были такие люди, были партии. Я сидел с Володей, там никто не слушал, он говорил, и Володя начал играть что-нибудь. Никто не понимал, но все понимали, как глубокие, как честные, как от сердца. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. У меня был знакомый студент, Вова. Он специально ездил в Москву, специально ездил в Москву, где-то он там за большие деньги купил эту пленку, и буквально принес к нам на вечеринку, говорит, ребята, вот послушайте записи нового певца, Владимира Высоцкого. И вот буквально мы все были потрясены его песнями. Анатолий Маркович, они делали вид, что запрещали, а он делал вид, что боролся с ними, или это не совсем так, или действительно запрещали? Мне кажется, что вот какого-то запрета не могло для него быть, потому что то, что он делал, он пел. Вся Россия слушала. Слушали это все через то, что они получали переписывание записи. Официально он не пел, почему? Потому что у него и были концерты какие-то, но они были сделаны определенными администраторами и прочее, прочее. Вот когда мы с ним ехали как-то на машине, он меня первый раз привез на квартиру в Холодарском и поставил мне записи с оркестром Гораняна. Я обалдел просто, потому что я услышал, что это поет просто... Ну хорошо, это все записывалось не на студии, не на фильме и мелодии. Нет, получилось так, что записалось на мелодии, но это никуда не пустили. Записали, шикарно записали, но это никуда не пустили. Почему? А вот почему, это тут нужно спросить Господу Бога. Да-да, я не шучу. Выглядишь прекрасно, как тогда в Колдунье. У нас до сих пор помнят этот фильм, представляешь? Это одна из самых популярных кинозвезд, которых, сказать, знают и безумно любят в России. Несмотря на то, что, в общем-то, все фильмы твои были самые звездные, они уже имеют какой-то отпечаток времени. Я перетру серебряный ошельник и золотую цепь перегрызу, перемахну забор, ворву сварепейник, порву бока и выбегу в грозу. Смобык меня спрашивает. Ну, у меня есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Я говорю, какое начать? Я говорю, давай с плохой. Он говорит, я твои колодки подарил. А я говорю, это хорошая какая. Он говорит, Володю Басоцкому. Я говорю, а, ну ладно.